Традиций очень много. Пасхальная еда – это куличи, это творожная пасха, пирамидками с оттисками креста, это икрашенные яички, конечно. То есть все это готовится для разговения. Разговение предполагает все виды разрешенной еды. Поэтому есть, конечно, еда, как говорят, оскверненная, еще какая-то. Такую еду в любое время нельзя есть, если там какие-то экстренные ситуации. Поэтому любое мясо, яйца, все, что кому нравится, здесь без всяких ограничений можно употреблять. Только не забывать о том, чтобы не перестараться, чтобы праздник не превратился в болезнь желудка. Разговения люди совершают непосредственно после литургии праздничной. Кто-то ночью, допустим, идет на литургию пасхальную и уже после ночной литургии, возвратившись домой, они разговляются. Кто-то идет на утром воскресенье на богослужении, уже после этого возвращаются, разговляются. Ну а так обычно в течение всего дня, в воскресенье, люди идут в храм. Не обязательно, так сказать, чтобы побывать на богослужении, просто поставить свечи. Некоторые даже позвонить хотят в кавакова, потому что в эти дни разрешается всем желающим позвонить в церковные кавакова. Храм, конечно, это дом Божий, прежде всего. Это место чистое, как еще в народе любят говорить. Действительно, здесь мы идем навстречу с Богом. И, конечно, вот когда, допустим, люди идут к какому-то большому начальнику, то они к этому готовятся, одеваются красиво, думают, что сказать, чтобы лишнего ничего не произнести. И вот так здесь мы идем к самому большому, если так можно говорить, начальнику нашему, к создателю, к творцу. И поэтому, конечно, во-первых, мы должны более-менее красиво, опрятно одеты, можно и празднично быть одетому. Вот, с хорошим, конечно, настроением. Более того, есть даже молитва, идущего в храм. То есть, человек начинает готовиться к встрече с Богом, идя в храм, уже по пути, на пути. Он уже думает о том, что он будет делать, о чем он помолится, что он будет просить у Бога. Поэтому, конечно, нужно готовиться, вот, внешне, мы сказали, одежда, вот, и, так сказать, хорошее настроение, если так можно говорить. Ну, и внутренне, конечно, духовно. И понятно, что, ну, наверное, нет смысла идти в храм с плохими мыслями, потому что, нет, если, конечно, бывает человеку очень тяжело и трудно, то можно идти в храм для чего? Для того, чтобы успокоиться, для того, чтобы освободиться от этих мыслей. То есть, если человек в каком-то таком состоянии тяжелом, психологическом, ничего страшного, можно идти в храм. Если он не может там побороть себе какое-то внутреннее расстройство или еще что-то, нужно идти. И уже здесь просить у Бога облегчения, помощи. Дома можно попеть пасхальное песнопение, взять молитвослов. Во-вторых, пасхальная служба происходит в течение всей недели. То есть, каждый день мы совершаем такое же богослужение, как и на саму Пасху. И после каждой литургии утренней совершается крестный ход. То есть, очень такое действительно торжество, крапление святой водой. Обычно дети очень это любят. Поэтому, если не сможет кто-то в воскресенье прийти, можно прийти утром в любой день на неделе. И тоже прикоснуться к богослужению праздника.